Здравствуйте, товарищи! Фуууу! Ну и задержка вышла, правда? Ну и извиняйте, у меня были свои на то причины, поэтому будем считать, что я был на больничном. Больничный немного подзатянулся, но тем не менее, что такое две недели для нашего фарминга? Да ничего, ровным счетом. Поэтому сейчас просто без всяких там распотякиваний хватаем Ростсельмаш РСМ161 и едем убирать кукурузу. Да, хватаем РСМ-161 и едем убирать кукурузу. Я ничего не перепутал, я нигде не ошибся, я ничего не забыл, я взял и продал нахрен кормоуборочный комбайн. Тому были две причины. Первая, я понял, что я еще не готов для кормов и силоса. Я не готов чисто с технической стороны, потому что с одной стороны я не знаю, как его укладывать в силосную яму, не знаю в плане каком, не знаю в плане том, что ну, уложил я его туда, начал трактором давить и чё. А вот допустим у меня товарищ, который играл при мне в фарминг симулятор, который агроном, он начинал его давить трактором и силос сразу же начинал давиться, там прогресс показывался в процентах, всё, а я катаюсь трактором по сечке и ничего не происходит, то есть абсолютно ничего не происходит, никаких ни процентов, ничего мне не показывается. Это раз. Второе, я поставил силосную яму средних размеров и она оказалась очень маленькой для 9 гектар сечки, вернее для сечки собранной из 9 гектар. Я просто понял, что я сейчас навалю здесь горку, ну поставлю еще одну силосную яму, короче силоса выйдет до хрена и больше, очень много, просто офигеть как много. И куда я его потом весь буду девать? Ну ладно, запихаю я его в силосные ямы, начну там ферментацию, накрою пологом, вот это вот всё, а потом я чё с ним буду делать? Ну ладно, хорошо, продам. Но прикиньте, вот это всё загружать в тот же, ну даже если использовать мой зерновоз, загружать это всё в зерновоз ковшом, который на 5 кубов что ли, чё-то такое. А там этих кубов сотни и сотни тысяч. Да нафига оно мне нужно на самом деле, вот прям совсем, ну не надо. Единственное, ко мне потом пришло просветление, уже постфактум, после продажи силоса, вернее силосоуборочного комбайна, что я в принципе-то мог, ну набить одну силосную ямку, остальное убрать на кукурузу и отвезти на завод, и была бы такая комбинированная уборка. И вот сейчас я это говорю, а сам думаю, может быть это было бы даже интереснее, чем-то... Сука, дебил. Ну да ладно, каков есть, таков есть. Значит, заезжаем на поле и начинаем убирать в традиционном порядке. ЛТЗшка с бочкой уже здесь стоит под кустиками, поэтому остаётся только развернуть комбайн, развернуть жатку, сделать разворотную территорию, пожарные полосы мы здесь не дискуем, потому что, как я и говорил в предыдущих видео, данное поле не соприкасается с дорогами общего пользования, поэтому нужды в дисковке пожарной полосы я особо не вижу. Поэтому просто делаем разворотную территорию, я так думаю, на две жатки. И, собственно говоря, в обычном порядке, в штатном режиме убираем 9 гектар нашей кукурузы. Ну, поехали. Приоткрою вам небольшую завесу тайны. Знаете, какой прикол? Вот сейчас я подошёл к комбайну, вернее, подъехал на зерновозе к загруженному комбайну для разгрузки и подловил себя на мысли в том, что тайна заключается в том, что это не первая уборка. Дело в том, что я уже начал убирать кормоуборочник. А, ну, в принципе, какая тайна? Так я вам и сказал в самом начале, что я уже пробовал убирать кормоуборочник и просто откатил сейвы назад. Спасибо разработчикам, кстати, за папку Backup. Это очень хорошая папка. Так вот, дело в том, что силосоуборочный комбайн с полным 50-тысячным прицепом стал где-то тоже здесь, вот в этом районе, как бы даже не на этом самом повороте. Только здесь 10500 чистой кукурузы, 10 кубов, а там именно было 50 кубов сечки. И, тем не менее, вот прямо вот именно на этом месте я в первый раз отгружал силосный прицеп, забитый сечкой. Какая-то такая закономерность, что ли, прослеживается. То есть урожайность сечки в 5 раз больше, чем урожайность чистой кукурузы. Причем именно в 5 раз, вот, 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 прям в 5, в 5, точно в 5 раз. Вот такой вот небольшой лайфхак на игровую механику, которая, в общем-то, должна быть скрыта. Вернее, не скрыта, а просто не выставляться на показ. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, знали бы вы, чуваки, как сейчас неприятно ехать на зерновозе по полю. Эдж, сука, бодылки, торчащие из земли, вот прямо как колья, зараза. Я помню, когда в детстве у нас был огород, и мы пробовали сажать кукурузу, по этим бодылкам ходить невозможно. Они твердые, сука, прям... Аааа, боль, боль. Причем боль именно такого характера, что я представляю, как идет по ним резина. Ладно, комбайн, хотя тоже есть такой момент, мне товарищ агроном рассказывал, что в комбайнах под сжатку монтируется доска, которая после прохождения передней части сжатки пригибает бодылки к земле и не дает тем самым им корябать в лишний раз резину. У нас такой доски, естественно, нету, кто бы сомневался, поэтому остается ездить. Ну ладно, это комбайн, он, черт побери, для этого. Ладно, даже сам седельный тягач, крас, у него тоже довольно грубая резина. Но вот это моя еврофура, вот мой именно прицеп-зерновоз с его тоненькой шоссейной резиной, вот он, конечно, огребает по полной программе. Но тут еще фишка заключается в том, что вообще, по идее, мне уже делали выволочку в комментариях, но, ребят, я бедный фермер, у меня во владении сейчас 14 гектар земли, это вообще ничто, это несколько паёв по большому счету, сколько? Это три с небольшим пая земли. Че вы от меня хотите? А мне уже говорят про, допустим, прицеп с наклонной, с этим самым, со шнеком, с винтовым конвейером. Какой нафиг прицеп? Да, у меня есть в планах купить класс Аксион на 440 лошадей, на 440 лошадей к нему купить именно прицеп с винтовым конвейером, который действительно можно будет гонять по всему полю, который за счет своих гусениц, за счет гусеницы модовского Аксиончика будет меньше утрамбовывать почву и все такое, все это классно, и опять-таки резина будет меньше страдать. Ну, чуваки, у меня нет денег, сам Аксион стоит, по-моему, полляма или 300 тысяч, ну, какие-то большие бабки. И прицеп с винтовым конвейером там стоит, дай боже, поэтому... А маленький зачем? Маленький я не хочу брать, чтобы тут и так бункер на 10 тысяч, и прикиньте, еще одно звено добавится. Ну, и без того не очень быстрая уборка, она вообще превратится черт знает во что, поэтому накопим на Аксиончик, накопим на 70-кубовый прицеп с винтовым конвейером, чтобы вывез один прицеп и, по сути, уже зерновоз был забит. Вот так и будем работать, а пока что... А, да, кстати, еще маленький прицеп не будет, возможно, не будет актуален, потому что у него винтовой конвейер просто не дотянется на высоту моего зерновоза. Просто не дотянется, мне придется покупать какие-нибудь камазики маленькие, что-нибудь такое... Ну, это действительно очень сильно деунифицирует производство, весь цикл как-то растянется, оно не нужно, на мой взгляд, оно просто не нужно. Поэтому копим на хороший мощный трактор, копим на большой мощный прицеп с винтовым конвейером, кстати, который я тоже проверю на фуре и зерновозе, потому что, а может и он не дотянется, я не знаю, я не пробовал. Ну, по идее, должен, а там посмотрим. А пока что, да, зерновозом по всему полю, не обессудьте меня, подписчики, не обессудьте меня, резина. Ну, пока так, ну, другого варианта пока нет. И это с учетом того, что я вообще-то планирую сначала купить перед этим винтовым конвейером и трактором, я планирую купить, какое оно там у нас, забыл, сейчас не буду смотреть впадлу, поле, которое на 13 гектар. И когда у меня во владении будет уже 27 гектар земли, вот тогда уже можно будет вести какой-то более-менее предметный разговор относительно мощного оборудования. Хотя, опять-таки, опять-таки, я повторяю озвученную уже 500 тысяч миллионов 100-500 раз истину. Даже сейчас оборудование, которое имеется у нас, это по меркам реального земледелия, я зажрался. То есть, убирать 9 ссанных гектар 161-м РСМом, это очень жирно. Потому что люди такие гектары убирают вообще на арендованной какой-нибудь Ниве, если вообще на них сажают что-то такое. Не, ну, сажать-то, конечно, сажают, но, я говорю, Нивы или Дона хватит с головой и увозят их на Зилке 130-м. А у меня тут и прицеп на 70 кубов, на 80 кубов и РСМ-161, вот одна только эта жадка 12-летковая, чего стоит. Поэтому, хе-хе-хе-хе, и так зажрались, товарищи, поэтому работаем. Так, чуваки, 35 тысяч денег получили мы за 80 тысяч ник кукурузки. И это, я вам скажу, ну, как-то совсем не дофига. Вот прям совсем не дофига, даже с учетом того, что цены здесь сказочные, как уже было не один раз сказано. Но я, походу, зажрался, и мне мало 35 тысяч за 80 кубов урожая. В переводе с объема на вес это будет 60 тонн кукурузы. 60 тонн за 35 тысяч евро. И тут люди, которые связаны с реальным сельским хозяйством, я знаю, я могу козырнуть, меня такие смотрят. Привет вам, чуваки, завидую, вы красавцы. Так вот, и сейчас вот эти вот люди, которые занимаются реальным сельским хозяйством, или занимались, они такие... 580 евро за тонну кукурузы? Да ты не охерел ли, родной? Да, я понимаю, что я, наверное, и скорее всего, я охерел. Но, поверьте мне, ребят, ну, в реалиях фарминг симулятора, ну, ну, блин, это ж все-таки компьютерная игра, хотя мы тут и жестко рпшим. Эээ, ладно, в общем, едем дальше собирать нашу кукурузку, и посмотрим, во что это выльется в конечном итоге. Сдается мне, что опять я увезу два прицепа, и останется небольшой хвостик, ради которого придется запрягать зелка. Ах, да, и походу будет еще кое-что, что станет уже традицией для моего канала, потому что последние мои видео, ну, не то чтобы ни один без этого не обошелся, но это присутствует довольно часто, с тех пор, как у меня появилось нечто. Вот, 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 что и требовалось доказать. Я опять забыл заправить комбайн перед выходом в поле. И поэтому, слава богу, его не пришлось выгонять из загонки, потому что я как раз закончил эту половину поля, и осталось буквально на донышке, если вы понимаете, о чем я, горючки. И сейчас мы заправились, ну, и теперь можно продолжать. Но перед этим нужно все-таки, наверное, отогнать газон, а в газоне осталось, блин, 100 литров все-таки осталось. Ну, ладно, ладно, ничего страшного, пусть лежат там, например, или можно было бы их, например, слить во что-нибудь. Правда, Гайнс Софтвер? Вот теперь будут на дне бочки плескаться 100 литров соляры. Или заправить ее уже полностью всю, не знаю. В общем, будем посмотреть, будем посмотреть. А вот и наша 130-очка, на которой мы вывозим остатки былой роскоши. Сейчас последние капли этого желтого, или какое оно тут золото, в общем, попадут в зерноприемник товарной станции, и мы с вами подсчитаем конечную нашу прибыль за этот сезон. Ну что ж, фанфары, товарищи. Так, где тут оно? Как тут нажимается, зараза? Че такое? Я не могу. Сейчас. О, а, во, все, вот так вот. Отлично. Так, опять сквозь борт просыпается сырье. Ладно, ладно, все, молчу. И таким образом, в этом сезоне наш доход составил аж целых 421 тысячу. Здрасте. 421. Ну-ка, не... Хотя, если учесть, что я продал кормоуборочный комбайн, можно это считать доходом или нет? Ну, и да, и нет. Какая-то двоякая ситуация, поэтому... Ну, скорее нет, чем да. Потому что, если бы я не эту тупость, вообще эту тупую аферу не провернул, то денег было бы больше, поэтому... За счетом двух вывезенных прицепов и еще мы с шестого поля же убрали сою. Только вот сколько там было, я не помню, честно говоря. Вот убейте, не помню, поэтому... Ох... В общем, с этих 9 гектар, которые мы убрали, мы получили 70 с небольшим хреном тысяч евро. Хорошо ли это? Скорее нет, чем да. Потому что урожайность гуамно относительно кукурузы, я имею в виду, относительно реалий игры, и цена за нее гуамно еще больше. Тем более, если мы учитываем, что я не ловлю ценовые пики, как и говорил в одном из предыдущих видео. В общем, ну, ситуация довольно-таки неоднозначная. С 9 гектар 70 тысяч евро. Смею напомнить, что при определенных условиях и с определенной долей везения, при той же сахарной свекле, с тех же 9 гектар можно получить 400 тысяч евро. 400 тысяч евро! Где 70, а где 400? Feel difference. Впрочем, ладно, что имеем, то имеем. А еще, знаете, в чем фишка? Фишка в том, что я не могу отделаться от наитупорылейшей мысли опять купить силосоуборочный комбайн. Верите? Вот просто вот я сижу и думаю, а что если вот взять его еще раз купить? Это будет так тупо. Ну, потому что в следующем-то севообороте у нас на седьмое поле заедет подсолнечник. Кстати, кстати, ребята, это полный круг пройден. Вот сейчас я именно делаю последнюю, последний оборот перед циклом. То есть все, следующий сезон мы вернемся к тому, с чего когда-то я начинал наше хозяйство. Прошло 9 сезонов, товарищи. Так вот я о чем? На шестое поле заедет-то кукуруза. Подсолнечник мы уберем пропашной жадкой этим же РСМом и поднимем, кстати, из него тоже не так много, потому что подсолнечник это одна из самых низкоурожайных культур. Так-то, на секундочку. А на шестом поле останется кукуруза и ее будет 5 гектар. Это гораздо меньше, чем на том же седьмом поле. И возможно, возможно, стоит опять-таки вернуться к идее с инфраструктурой для кормов. Чуваки, а вот пишите в комментариях, хотите? Короче, так, давайте. Вот я не знаю, хрен вы, конечно, что напишите, но тем не менее. Просто давайте в комментах проголосуем. Силос или поле. То есть трачу я эти бабки вновь на силосоуборочный комбайн, участок земли под силосные ямы, либо же мы копим на 13-гектарное поле. Кому не пофигу, голосуйте в комментариях. Ну а если всем будет насрать, то я сам приму соответствующее решение. В общем-то, как-то и все. Ставим грузовичок на место. Остальную технику я уже пригнал, протянул, продул, промыл, прочистил. Она уже вся чистенькая, стоит на своих местах. Зил у нас в помывке опять-таки не нуждается. Ну, ребят, ну это Зил, он говно возил, поэтому нормально, все классно. Да и тем более сам мод, он такой, что не шибко и пачкается. В общем, такие дела. Сезон закончен, товарищи, продолжение следует. И я надеюсь, больше таких задержек не будет. Прошу еще раз меня простить. А на этом у меня, как всегда, все. Пишите, что думаете, ставьте, что хотите. И до новых обязательно встреч, товарищи.